Девушки отдыхают О дальнейшем ИЕН Итак, я надеюсь, что я не попрошу, что я вам покажу к сожалению Не знают эту печь Ты разм acknowledgement, я и убktionл от него Отлично Вот Или просто ваш собственный выброс? Третья часть тоже? Нет? Нет? Да ладно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДмаTorzok Браво! Ооо! ДимаTorzok ДимаTorzok И есть много контрастов. Мы пытаемся организовать это. Но это интересно, потому что вы играли самую письмо, как Голдер Стрида, но это было очень интересное. Интересно, что бьесу вы принесли то же самое, что предыдущий участник, но вы по-другому ее чувствуете абсолютно. Я думаю, что мы работаем на двух аспектах. Первый, когда мы у нас такой энергичный исполнитель, как вы, когда мы используем слишком много энергии, используем эту энергию, когда нужно, и держать ее, когда не нужно. даже в этих легких местах, когда должно все кривучее звучать. Но все равно эта энергия бьет. Но нужно расслабиться. Я думаю, что это будет красиво, когда вы используете большую энергию, и потом красивую расслабление. Это будет отличный контраст. Когда вы после вашей энергичной части позволите себе расслабиться. Для этого это будет очень просто. и другие люди берут первую часть, когда вы были в арене, и потом первая часть. А дальше идет часть, которая поется. Второй аспект, я бы хотел работать на том, что касается тона, качества тона, потому что будь осторожен, когда вы играете на пиано, когда звук поется, нужно не потерять его связность. Например, я сейчас покажу, что я имею в виду. Например, если вы играете на пиано, например, например, не теряйтесь, чтобы не было тянем звуку, потому что не идти тянем звуку. не идти далеко. Тянем звуку идти в конце цепи. Очень важно правильно выбрать тот звук, чтобы он был наполненный, иначе он очень, так сказать, быстро упадет, а наполненный звук идет далеко. И вот сравнивать с этим. Вы видите, это немного интереснее, и потому что уже вы слышите этот звук, чтобы найти разные типы звуков. Я думаю, мы начнем с этим. Вы можете играть этот Анданте Кантабиле? Вы видите? Этот А. Я не хочу, чувствуете? Но... Попробуйте сделать эту ноту. Возьмите эту ноту и отправьте ее туда. Само дай. У меня проблемы с надеждой. Это вашей ноте? Проблема с надеждой. Хорошо. Поэтому... Попробуйте. Не мешайте сюда. Попробуйте. Я думаю. Такая идея. Ага. Потому что они слишком длинные сегодня? Да. А? Конечно. Отличная форма. Отличная форма. Отличной формы. Так что это не всегда так? Это всегда так? Нет, нет. Хорошо. Но я думаю, что даже с этой формы, я бы хотел слышать это. Потому что, для меня... Может быть, это произойдет, если у вас есть такой формы. Как вы делаете, если у вас есть концерт? Так что, вы держите их с таким тонком, и вы будете счастливы? Так что вы делаете? Что тогда вы должны сделать? Возьмите магическую таблетку, чтобы ногти выросли? Я имею в виду, что вы должны работать с этим. Потому что, когда вы играете много, твои ногти просто коротко и коротко. Я думаю, что, может быть, это не так. Да, хорошо, но... Есть ли у вас сейчас что-то? Есть ли у вас сейчас что-то? Я бы хотел бы слышать, как это было в хорошем городе, чтобы найти это сегодня. Потому что я хочу, чтобы вы все-таки нашли правильный звук сегодня. Я буду пытаться... Нет, я думаю, что это не... Может быть, это твоя ночь. Я не знаю тебя, поэтому я не знаю, как это будет. Но я думаю, что это тоже в атаке. Дело не только в ногте, но и в атаке. Иногда это хорошо, а иногда нет. Иногда хорошо звучит, а иногда нет. 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 И также, когда вы играете в рестору, апоиандо, твои пальцы делают это. Когда вы играете апоиандо, у вас палец не так погибается. Я лично, я из этой школы, как вы называете эту часть? Фаланга. Фаланга. Таким образом, в фаланге не должно быть слишком сильно. Не должно быть слабым. В других способах, вы должны быть слабым. Фаланга не должна прогибаться. Она не должна быть слабой. Видите? Вот разница чувствует. Вот сейчас она прогибается, слабенькая. А вот сейчас нет. И это нужно проектировать. Постарайтесь отправить ноту далеко. Вот здесь у вас слабяна. Да? Нет? 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 Вот так. Вы слышите разницу? Да? Таким образом, я бы хотел бы иметь мелодию. И вот теперь нужно мелодию, чтобы размещалась. Я думаю, что это пиано. Это не про играть форте. Это про играть с полным звуком. Вы можете попробовать? Это пиано. Здесь не надо форте добавлять. Можно просто, чтобы звук был наполненный. Нет? Вы найдете это. Попробуйте найти. Да. Вот это да. Вот здесь. Не так. 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 Сохраняйте форму. Не прогибайте пальцы. Н bilateralertos. Дальше. Нормально. Посмотрите совсем тих bush. А как раз. crossed mind Когда вы об этом думаете, когда у вас сознание на этом сосредоточено, все получается. Я спрашиваю, если проблема не только вы, и быть осознанным о том, что вы делаете, и о том, что вы хотите иметь. Вы должны быть всегда, всегда осознанным и слушать постоянно то, что вы делаете. Может быть проблема в том, что вам не хватает вот этого удержания сознания на каждой ноте, на каждом тоне, который вы должны произвести. Вы должны очень внимательно слушать то, что у вас получается, и не упускать это. Вы играете еще раз, а потом скажете свое впечатление о том, что у вас только что получилось. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо, так как это было? Что вы думаете только вы и себя? Что вы думаете о том, что вы делаете? Вы сами для себя первые слушатели, первая аудитория. Может быть, это было немного лучше, чем до этого. Хорошо, это было достаточно? Ну достаточно. Хорошо. Ну, теперь я бы хотел, чтобы... Я имею в виду, что очень важно, это не сделать немного лучше, чем до этого. Это сделать точно, что вы хотите, и сделать такую версию. Я имею в виду, что вы хотите. Чтобы это звучало. А сделать именно так, в точности так, как вы хотите, чтобы это звучало. Вы должны иметь большую экзигенцию. Например, для меня это невозможно думать, что я сделал. Это было хорошо. Нет, это было так или не так. Но это было не так. Для меня это невозможно сказать. Ну, нормально было, ничего. Либо получилось то, что я хочу, либо не получилось. Иначе никак. Попробуйте еще раз. И постарайтесь сыграть то, что вам самому понравится. То, что вы отправите слушателям. То, что вы хотите проецировать на них. И вот этот момент очень важен. Самый первый. Да. 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 А. Неминский. 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 Да. Добрый. Так что это? Как вы думаете? Как вы думаете? Как вы думаете? Да. Да. Вы видите, например, в 5 минутах это уже гораздо лучше, и вы говорите, что это лучше, это лучше, это ближе, это ближе, это ближе, это ближе. 5 минут. Может быть, через 10 минут будет идеально. Что такое 10 минут в вашей жизни? Я думаю, что нужно больше мастер-классов с вами. Нет, но это очень интересно и важно. Это значит, что, когда мы играем, мы не имеем в виду о том, что мы делаем. Мы играем, но мы не слушаем. И вы видите, что вы слушали, и, честно говоря, это было гораздо лучше. И вы думаете, что это было гораздо лучше. И вы делали так, вы делали так. Вот как вы сделали. Да. Значит, это значит, что это не так, не так, а потом да, вот оно. И это то, что я хочу от вас. Это то, что я от вас добиваюсь. Это то, что я от вас добиваюсь. Не только играть. Хорошо? Давайте попробуем. Таким образом. Как только можно. Таким образом. Таким образом. Попробуйте играть и думать о том, что говорилось. ЛИ-ЛИ-ЛИ-ЛИ-ЛИ-Варенцов Таким образом, вы видите? Сейчас он разрушает, потому что он не нравится. Он всегда останавливается, потому что чувствует, что ему с маму не нравится Да, вы найдете У вас найдете Найдете, правильно Вы слышали эту ноту? Есть одна нота, которая была идеальной Слышали? Эта нота я люблю Одна нота идеально звучала Вот именно эта нота мне нужна Именно так должна быть Нет, не так Вы поймете, когда она прозвучит, вы сразу ее услышите Конечно, когда с ногтями все будет в порядке, получится Но когда у вас не идеальные ногти и вы сыграли красивую ноту, представьте, как она будет звучать, когда с ногтями все будет в порядке Да, давайте продолжим Попробуйте найти ее И потом продолжим Давайте продолжим еще Поехали 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 Здесь получилось Если вы покажете контраст Вот этот Здесь получилось Хорошо А вот здесь Здесь Постарайся найти Тот самый Тон Тот самый звук Вот отсюда Тот там С вами довольны? С вами довольны? Да, конечно Но я думаю, что если мои ногти были лучше, то будет лучше Да, но тогда Я полностью согласен Но как вы можете мне объяснить, что вы нашли красивую ноту раньше? Ну как вы объясните, что у вас до этого получился прекрасный звук? Может, у вас была немного другая позиция Да Может Может Попробуйте Попробуйте Я имею в виду, что вы знаете о позиции Я играю с позициями, которая немного странная для многих людей Но я не знаю Моя позиция многим кажется очень странной, но мне все равно Потому что есть момент, когда вы играете больше с вашими ушами, чем с вашими руками Потому что есть момент, когда вы играете больше ушами, чем руками Когда я сам еще занимался, упражнялся и пытался найти свой тон Я вообще больше не наблюдал за рукой Я понял, что на видео, что моя рука делала больше и больше этого Когда я смотрел видео записи самого себя, я видел, что моя рука больше и больше вот так начинает вставать в это положение Если я буду играть прямо, получается так А вот То есть она естественно встает в это положение Но Если у вас правильная позиция, а тон не получается Значит это неправильная позиция Я не знаю, потому что я не знаю, какая форма ногтей Я не знаю, какая форма ногтей Я пытаюсь найти хороший звук И у вас это получалось У вас это получалось У вас это получалось У вас это и не знаю А где форма ногтей У тебя есть А там У меня нет Он говорит Это о том, что быть в своем голосе Он говорит И У меня нет Может быть, дело в том, какой угол у вас будет наполнен. Не допускайте, чтобы фаланга прогибалась, тогда звук не будет наполненным. Попробуйте ее удерживать, чтобы она не меняла форму. Посмотрите. Посмотрите. Нет. Не так. Так, жестко, с правильным углом. И при правильном угле. Вы недостаточно на этом фокусируетесь. Посмотрите на свои пальцы. Посмотрите. Посмотрите на свои пальцы. Посмотрите. Но вы не смотрите активно. Вы просто смотрите. Нет. Не очень сосредоточены сейчас на это. Да, да, да. Указательный. Нет. Вот здесь что-то есть. Пальцы разной длины и по-разному двигаются. Пальцы лучше вверх идёт и хуже вниз. Пальцы лучше вверх идёт и хуже вниз. А звук это как-то меняет? Это изменение для моих рук, когда я играю. Это проблематично для меня не двигаться. Из-за этого очень трудно не прогибать холан. Да, я понимаю. Но в любом случае, это не стоит только 10 минут, чтобы делать. Но нужно помнить об этом всё время. Честно говоря, в последние годы я был ужасен со мной, потому что звук. Я сам годами сражался со своими звуками. Каждый раз я делал что-то, я не нравился. И каждый раз, когда у меня что-то не получалось, мне не нравилось, я ненавидел себя. Сейчас как-то это уже исправилось. Я помню, что у меня не было толеранса с этим. Сейчас у меня есть, но я думаю, что важно быть критичным. Потому что зрительница является критикой. И может быть, у вас есть семьи в зрительнице, друзья в зрительнице, которые могут сказать, «О, да, вы знаете, что песня не так было, что фразы не так было». Но самый главный критик – это вы сами. Если вы не имеете критику, то это самое сложное. Вы должны быть ужасен с этим. Вы должны быть непримиримым. Но сейчас вы должны быть к себе непримиримым. И вот тоже самое касается тона. Да, мы просто говорили об этом. Энергия, вертуозность – это огромное. Мы сейчас только об этом говорим. Что касается всего остального – энергия, виртуозность. Здесь всё нормально. Итак, давайте посмотрим другую часть. Да, я хочу увидеть что-то… Нет, давайте это снова и просто играть. Я хочу увидеть что-то. Давайте еще раз сыграем вот эту часть. Посмотрим. Хорошо, только вот это. Это очень легко, да? Очень легко, да? Почему у вас здесь напряжение? Как… Нет, это ничего. Здесь же ничего нет. Нет. Вы видите, что есть что-то, что никогда не лжет у человека – это рот. А все время возникает напряжение. Это очень интересно, потому что мы слышим музыку, но мы также смотрим и смотрим на кого-то, когда он играет. Мы, когда слушаем музыку, мы также видим исполнителя и наблюдаем за ним. И вот эти вещи, которые мы наблюдаем, физические проявления, тоже многое говорят аудитории. Когда вы вот так напряжены, это напряжение передается слушателям, а здесь его нет. Постарайтесь еще раз сыграть, но ощутите вот эту расслабленность, которая должна быть. Да, очень хорошо. Это гораздо лучше. Теперь сделаем еще раз, потому что это легко. Я пытаюсь не смотреть на пальцы, пытаюсь не смотреть на пальцы. Как сказать? Попробуйте дистанцироваться от инструмента. Попробуйте дистанцироваться от инструмента. Попробуйте дистанцироваться от инструмента. Очень хорошо. Очень хорошо. Я уже говорил, что мы музыку исполняем ушами, а пальцы это только инструмент. Пальцы подчиняются тому, что происходит у нас в голове, что мы думаем и что мы слышим. Я хочу забыть, что твои пальцы... Я имею в виду, что это тяжело, если это легко. Я просто хочу слышать что-то, что дышит музыку, просто музыку. И для этого ты должен взять дистанцию. Я хочу слышать чистую музыку. Я не хочу слышать проявление того, что вот эта часть трудная, эта легкая. А просто чтобы была музыка и она лилась. Для этого нужно дышать. Конечно, пальцы нужно наблюдать и видеть их. Может быть не все время, а 70% времени. Музыка 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 Так что, да, можно играть с самого начала, но потом, когда вы приходите сюда, очень спокойно звучало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Может быть час назад нужно было кофе выйти в чашку. Да, и даже когда вы слушаете и не играете так, вы слушаете больше на фразе или более красиво. Когда вы не играете слишком напряженно, а слушаете себя, песка звучит красивее. Это было круто. Что интересно, что иногда, в спокойной части, я могу чувствовать пик адреналина, как-то так, но потом вы приходите. Так, красиво. Обратите внимание на тон, это очень-очень важно. И старайтесь расслабляться и сохранять дистанцию между вами, и про пальцы не забывать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ